Да, смотрите, лопата. А для чего она? Для чего лопата нужна, Иван? Я не знаю, вы машете, вдруг ударите, я переживаю. Иван, ну лопата для чего нужна? Чтоб копать. Меня не бьют, Иван. А, нет, ну вы же машете. Я не знаю, вы мне угрожаете. Он держит лопатку, лопаткой перед ней машет. Детскую. Оскорбляет, оскорбляет коллега. Я буду и оборонялся. Вы взяли с собой большого мальчика с видеокамерой. Для чем вы взяли мальчика с видеокамерой? Почему вы оскорбляете? Оскорбляем? Он девочка или что? Почему вы, собственно, ручно, как же Дагния Российская поддираться, не имея на этого полномочия? Полномочия не имея. Сылаетесь и говорите о том, что это товар некачественный. Хорошо, когда он изготовлен? Когда он изготовлен? Вот смотрите, 0-3, вот 14-го. Чего? Вот 14-го, вот дата. Тут немножко. Немножко, ну немножко, немножко вот так. 14 марта 1998 года. А где по-вашему? Не знаю, скурки достали. У лопатки тоже есть претензии? Да. У лопатки есть претензии. Она зеленая. Вынеслись в магазин и купили на гоню. Здрасте. А что же вы на нас так смотрели, подошли бы сразу, да и все? Нам нужен, собственно, вы. Я на вас не смотрели. Вот это поворот. Что? Да у меня тут стоит 3. 3%. Я на вас не смотрели, да? Я на вас не смотрел. Глупо выглядите, Илья, глупо выглядите. Смотрите, нам нужен бы... Что это у вас такое? Что? А вы что это такое? Это душа моя. Душа моя? Да. А это что такое? Лопата. А для чего она? Для чего лопата нужна, Иван? Я не знаю, вы мажете, вдруг ударите. Я переживаю. Иван, ну лопата для чего нужна, чтобы копать. Ей не бьют, Иван. А, нет, ну вы же мажете. Ну, вы мажете, вы телефоном мажете. Я могу, если вы хотите, я могу его пить. Иван, если вам так будет спокойнее. Не, спокойнее. Нам бы нужен хозяин вот этого отдела, собственно, и колбасного отдела, и сырного отдела. А с какой цель? Вот, переговорить по качеству продукции. У нас когельной нет. Ну, управляющей, да. Ну, говорите мне, пожалуйста. А вы, как вы должны занимать? Ну, я руководитель. Руководитель чего? Ну, чего вы. Давайте, говорите. Я лицо, я лицо. Ну, руководитель чего вы? Официально лицо компании. Да. У нас есть вопросы по маркировке продукции, которые я уже неоднократно задавал. Вот тут мне обещали все исправить, и вот тут все исправить обещали. В сырах впервые найдена такая штука. Вы являетесь уполномочной лицом, Роспотребнадзорсией, санитарной эпидемией, геологической службой и так далее. Вот. Это не важно. Нет, а почему важно? Если есть какие-то вопросы, всегда есть претензии, которые направляются любым жителям, да, Российской Федерации. Зачем претензии? Роспотребнадзор пишется заявление на пункте обслуживания клиентов, вам на это заявление должны официально в письменной форме в течение 10 дней ответить. Это рабочий принцип работы с клиентом в магазине, поэтому нет вопросов, пожалуйста, пойдемте запротоколируем все, что вы хотите сказать, вы говорите, говорили. А может быть, этого и не было, кто-то не знает. Я не знаю. Тут написано, наверное, вот ваш коллега ко мне обратился по имени. Называйте меня Федор. Ну, давайте, я вас назову Федор. Вы на самом деле, вы зовете официальных лиц компания и сами производите съемки. Я вот не давал согласия себя седьмой. А мы давали? Мы делаем сейчас синхронные действия. А, синхронные действия. Почему вы оскорбляете? Оскорбляете? Он девочка или что? Кто вас оскорблял-то? 15-й, то есть, мальчик это подросток, которому 15-13 лет. Я пытаюсь понять. Нет, вы пытаетесь выглядеть очень глупо. Нет, ну сейчас. Вы глупо выглядите. Иван, давайте на этом моменте сейчас закончим вашу эту самую. Пойдемте, возьмем книгу с жалобами, вы запротоколируете. А, по книге с жалобами у меня, кстати, тоже были вопросы в прошлый раз. Я думаю, надо проверить, что и как в этот раз. Вы правы, пойдемте, да? Пойдемте. Где у вас пункт обслуживания клиентов? Это только покупочки, я не знаю. Это покупки, решения, младшины. А вот по этому вопросу мы как раз хотели бы обратиться к администраторам вот этого отдела, того отдела. Сырного. Ой, блин, это сам себе. Сырного отдела. Нет, нет, покупочки нужно совершить, чтобы... Хорошо, я совершу паспочку. Здравствуйте. Может, мне чем-то помогут? Да, ребята. Можем помочь, можем помочь. Смай снимает Маша лопаткой. Блин, лопатку надо куда-нибудь деть, а то себе уже двину. Ну, давай, ладно, я у тебя ее приобрел. Это девочка или мальчик 15 лет, с технистом. Зачем вы так обзываете Илью? Ну, вы и так сказали. Нет, вы сказали, что это не мальчик, я переспрашиваю. У меня девочка Илья, ну, это просто молодые личные. Я назвал мальчиком. Вот это мальчик с камерой. Иван сказал, что это не мальчик, я говорю, что это девочка. И вопрос задал. Я спрашиваю, я... Ребята, а что вообще, в чем вопрос? Да вопрос, что тут несколько вопросов по качеству продукции. А, даже качество. Качество. Срок годности. Вот вы говорите, за качество. Да. Вы это сдали в Роспотребнадзор, вам сказали, что это не качественный товар. Нет, я вижу, что тут не качественный товар, конечно. Как? Как? То есть вы не видите, что это не качественный товар, да? Нет, подожди, откройте, пожалуйста. Давай потом, пожалуйста. Хорошо. Есть срок годности, когда он выходит на этикетку. Ну, годен до 10-го минуты. Что еще должно быть на мальчике? Я вам показываю. Что еще должно быть? Вы говорите, это некачественный товар. В соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза, что еще должно быть? Объясните, пожалуйста. Что еще должно быть? Почему вы, собственно, ручно, как же в дальнейшем Российской Федерации, не имея на этого полномочия? Полномочия не имеется? Сылаетесь и говорите о том, что это товар некачественный. Объясните мне. Я говорю, что это некачественный товар. Это прерогатива... Хорошо, когда он изготовлен? Когда он изготовлен? Вот смотрите, 0-3. Вот 14-го налога. Чего? Вот 14-го, вот дата. Тут немножко... Немножко, ну немножко, немножко вот так. 14 марта 1998 года он был изготовлен, я думаю. Вот я еще раз говорю, если это не пробился, это не говорит о том, что это некачество. Даже когда приходит Роспотребнадзор, то запрашивают этикет на этот. Иван, Иван, я не знаю, откуда вас взяли, если честно, но вот в прошлый раз ко мне, вот тут же, да, я не знаю, вот серьезно. Потому что мне кажется, вы некомпетентный сотрудник, потому что вот тут администрация, смотрите, администрация, смотрите, администрация, смотрите. Администрация вот этого отдела и вот этого отдела. В прошлый раз передо мной извинились и сказали, что больше такого не будет. Ну, администрация, я не знаю, да, ко мне посадили девушки две. Это было буквально неделю назад? Не знаю, не могу сказать. Если у вас другая позиция, то другая позиция. Я еще раз говорю, у меня есть позиция на основе законодательства Российской Федерации. Позиция здесь такая. То есть вы считаете, что вот непропечатная дата, это качественный товар, правильно? Передом, а будет... Вот смотрите, а в качестве товара, а в качестве товара, может, экспертиза, я экспертизу провел. И может, дальше, органические свойства. Это субъективно. Субъективно я считаю его, никак. Дальше. Зачем показываешь мой кекс? Это мой кекс, между нами. Да не надо показывать, не скажи. Срок годности. Правильно сгодом, срок годности семь суток. Все никакое? Это же, это же было... Качественный товар? В рукаве у меня был козырь. Чтоб Иван напрягся потом. Я не напрягся. А где вы это взяли? Давайте, давайте. А где? Мы по-вашему. Нет, где вы... Ну а где по-вашему? Не знаю, скурки достали. Да что ты, черт побери, такое несешь. А, ну все, началось. А почему началось? Хорошо, ладно. Нет. Тогда мы это купим, пойдем, я думаю. Да, пойдем купим. Что, не против, если просроченные продукты купим у вас в Вашане? Не может быть. Эти кексы продаются как в день, они ухудут по-другому. Я говорю, вы не против, если мы купим просроченные товары, взятые в вашем магазине? Я еще раз говорю. Вы вообще слышите? Если принесли, принесли с собой, да? Вы утверждаете это? Это жесть какая-то вообще. Я не говорю. В Вашане всегда были какие-то адекватные люди. В прошлый раз мне вообще очень понравилось, когда девушки решили вопрос, Иван, вы откуда взялись? Нет, какие дела? Правда. А его специально подослали. Я вам уже говорил про девушек, руководители вот этого отдела и вот этого отдела. Вот, например, разобрать, горизонт давали. Ну, мы идем нафиг служить. Пойдемте, конечно. Пойдемте. Давайте, пойдем. Ведите. Нет, вы будете отварковать? Что? Мы решим сейчас. Мы думаем, что это некачественный товар, а за некачественный товар, соответственно, платить мы не будем. Правильно? Нет, я не буду точно. Наставьте тогда его в втором зале, пожалуйста. Нет, но мы зафиксируем его, чтобы больше такого не было. Нам интересно, чтобы это изменилось, исправилась ситуация. Его уже меньше, через неделю. Чтобы руководство магазина не говорило, что мы это достали из карманов, а чтобы отреагировало нормально. Это косяки, мелкие, это мелочи. Хотите, я скажу, косяки, косяки это рыба. Я вам скажу, могу сказать по факту. В Вашане, если вы знаете, были такие акции, ходили в костюмах наряженных, свиньи, крюшки и так далее. Ходили. Крюша против. Почему ходили? Крюша против. А я могу сказать, что у нас есть в компании подтвержденная фактор видеонаблюдения, где крюши доставали из животных, животиков и так далее. Кидали товар, купили у нас же в магазине на полке. Это он писал в комменты. Да. Поэтому. А вы у меня гадите в комменты, скажите? Я вообще не знаю, кто вы. Никогда к вам не заходил. Я вас вижу первый раз, что вы нашли вас. Я вот надеюсь, что и в последний, потому что если вы увидите в следующий раз, это будет чревато для вас. Да. Я не знаю, вы мне угрожаете? Да. А почему вы не угрожаете? Что нельзя? Я не знаю. Ну, узнайте. Это будет чревато для меня. Я не знаю. Зачем? Я не знаю, вы что-то говорите. Это будет чревато для вас. Чревато, да. Я задаю вопрос. Вы же мне угрожаете? Вот, отлично. Угрожаем привлечением к ответственности в соответствии законодательствах. Да, наши правонарушения. А также репутационными потерями. Я еще раз задаю вопрос. Да. Есть, у любого вопроса есть решение. Есть. Есть решение извиниться. Есть решение извиниться и сказать, мы решим вопрос. Вопросы все решаем. Ну. Все решаем. Да. Почему вы сейчас не решаете? У нас есть пункт обслуживания, потому что я не знаю. Потому что вы с вашей стороны идут какие-то нападки на нас, что мы там что-то достали, принесли. Факты есть? Мы вышли, мы вышли в торговый зал. Да. Стоят два молодых человека. У вас есть некая сумка. Есть. Я сюда иногда могу связаться с любым товаром. С любым. Ну, конечно. И сюда часть клиентов приходит с товара. И когда они его приносят, они его маркируют. У вас для этого есть камера, ну, не обязательно. У вас для этого есть камера, видеонаблюдение. Я просто вам, вы задаете вопросы, я отвечаю. Позвольте мне, пожалуйста, сказать. Конечно. Поэтому нахождение у вас официальности с товаром, любым товаром, да, это вы его могли как принести, так могли и взять. Вот. Вопросы мы будем проверять, видеонаблюдение, само собой, оно у нас есть в магазине. Я бы на вашем месте уже это сделал бы. Нет. Ну, а как вы думаете? Прежде чем утверждать, что мы что-то с собой принесли, а я не буду повторить. Я говорю, что это возможно, но возможно. Вот смотри, сколько клиентов... Возможно, вы эту форму как бы с собой принесли, и вы вообще не сотрудники магазина. Возможно, вы не вам. По фактам видеонаблюдения, на самом деле, по каждому вкусу, будет понятно, если это полк и так далее, то, поверьте мне, меру будет приниматься самой строгей, и в другой никакой форме. Вот. Но в данный момент, в данный момент, я вижу только вас, вижу две снимающие камеры, которые хотят запечатлеться. Смотрите, вот рейтинг, 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 рейтинг. Ну, не знаю, может быть, да, рейтинг. А, не знаете этого человека? Которые хотят здесь впечатлить вот этот момент. Да. И все. Лопатка, которую передо мной... Нет, вам, на самом деле, вам уже сообщили о нарушениях, а вы пока ничего... Вам и вану. Ну, смотрите, я вам еще раз говорю. Вот, вы говорите, в прошлый раз кто-то извинился. Есть книга жалоб, есть сайт, где все... Можно написать информацию на сайт. Пообещали исправиться. Книга жалоб была заполнена ненадлежащим образом, Так считать, что ее не было. Но информация, информация вся, которая фиксируется там, в рамках определенного регламента законов Российской Федерации, обрабатывается и принимается мера. А если есть повторяющиеся какие-то нарушения, он может внести штраф на магазин дополнительный. Ну, конечно. Поэтому никто не... Но вы это и хотите, я смотрю. Нет. Не справляйся. Я просто вас призываю работать в регламенте, который на уровне законов Российской Федерации. Вы хотите прийти в магазин, поснимать видеокамеры, и достаточно с ваших слов, не проверяя ничего. Не проверяя. Вот вы хотели, чтобы я, допустим, и Илья, не проверяя никаких фактов, просто... Я же вам сказал, идите в видеокамеру посмотрите. А что тут факт-то? Мы что-то печатаем эти этикетки или что? Я просто задаю факт, чтобы не проверив никаких фактов, проверяйте. Прямо ежеминутно, сиюминутно дали вам извинения. Любая информация, она обрабатывается. Это есть на уровне Российской Федерации. Обработайте ее. Книга, жалоба предложения. То есть, вы хотите, через полгода нам какой-то дать ответ? Почему полгода? Мы хотим, чтобы вы сейчас, сиюминутно прекратили травить моих детей, близких, родственников, друзей. И просто не драю. А вот те факты, что у вас были отравлены дети. Вам только что показали продукт, который просмотчен. Нет, вы говорите, ваши детей травить. Да, я хотел купить ребенка. Вот я еще раз говорю. Хочете, чтобы я купил это? Говорите, что мы кого-то травим. Конечно. Я еще раз. Вы продаете, осуществляете реализацию товаров, не надлежащих хозяйств. Чтобы любой факт проверить, нужно время. Да мне не нужно проверять. Я взял с полки, я вижу просроченный продукт. Я только вижу мужчину с одной видеокамерой, с другой, который стоит и говорит, что это просто. Вот это, смотрите, что это. Входим в дом. Видишь, что? Не пропечатывал. А кто виноват-то? Нет, ну, когда произведено? И что? И сколько хранится? И сколько? Границ. Я соглашусь. Это несложно. Абсолютно. Но когда вы говорите, что травится, если выражаете? А когда это произведено? Я на свой страх и риск попробовал. Мне не понравилось. Вот уже все, и Азбука Вкуса, и этот самый Алый Брусс, и все практически. Глобус Гурма, это скоро тоже. Только в Ашане вот такие вот пропечатки, и у вас, соответственно, 20-20 пропечатков управляют. Только в Ашане. Ну, больше я не делаю. Просто я бы вам рекомендовала, чтобы не возникало, пожалуйста, запустя руль. Пойдем, чтобы не возникало в дальнейшем конфликтных и каких-то ситуаций. Да, я не против конфликтов. Я понимаю, что на ОНИ, законодательство Российской Федерации вас какие-то правовые нормы и основы не интересуют. Ну, потому что ваш колец, я не против конфликта. Он держит лопатку, лопатку перед ним машет. Я буду оскорбляет, оскорбляет коллега. Я буду и обороняться. От кого обороняться? Илья, я вас оскорбил? Четко оскорбили. Вы назвали его мальчиком. Пойдемте, пожалуйста, на том, что... Вы оскорбились? Илья. На мальчика вы оскорбились? Не, я могу девочкой называть, если вам понравится, конечно. Но я предпочел бы мальчиком все же. Я вам неоднократно уже представился, как меня зовут. Ну как? Ну я-то не обязан называть вас, как вы хотите, да? Просто... Не как я хочу. В данном случае я сотрудник. Я не знаю, документы вы мне не показывали. Мой бейджик у меня на... Бейджик у вас написано Илья, там нет... По предотвращению нештатной ситуации, зовут меня Илья. А вы предотвратили? Да. Илья. А в чем ваша работа отличается, расскажите, пожалуйста? Работа отличается в том, чтобы... Таких, как... Вы ведете... Недобросовестные магазины... У вас какой-то блог есть личный? Может быть, не помню сейчас. Скажите, пожалуйста, сколько вам платят рекламу? А, вы хотите прорекламироваться? Для вас бесплатно. Вы же, наверное, снимаете данные ролики определенного характера. Может, даже провокационные... По заказу. По заказу. Да, и нам разрешили, Сергей. Павел Владимирович. Второй раз не оплатил товар, выходит, да? Да. В прошлый раз мне сказали, что я украл этот товар. Хотя мне тоже сотрудники... Сейчас тоже скажут, наверное, что украл. Рецидивисты. Что ж такое, да? Без шуток никуда. Павел. Неделю назад. А что за магазин? Говорил. А где он находится? Смотрите, неделю назад говорил. Книга, отзыв, предложение. Наименование есть. Зарегистрировано в... Ни ИНН, ни УГРН, ни телефон организации. Ничего нет. Я понимаю, что я обращаюсь, но у нас есть этот большой ревестер, в котором перечислены все книги. В этом ревестере есть и имя, и на имя, и на дорогу. Это все книги заносятся в этот ревестер. Я понял. Тут потребитель... Нет. Книгам... Как бы тут и прошито их, да? Да. И пронумерованы странички. Все правильно. И там сзади какая-то бумажка, да, вот. Видите? Да. Столько листов. Тут все без вопросов. Почти как все правильно. 20 сентября 2016 года. Что-то старенькое, да? Ладно. Не слушай. Ну вот тут-то. Ну, сложно что ли написать. Вот я в тот раз. В прошлый раз тут две книги легала. Одна закончившаяся, а другая, вот, видимо, может, даже эта. Да, 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 неделю назад. И, в общем-то, я вот на это обращал внимание. Глушный форум. Сейчас, наверное, придется письменный, потому что... Ну, это сложно, что ли, написать, это две минуты? Это не сложно написать, но... Ну, включить. ...сохранительный форум мы тоже не нарушаем, потому что есть реестр, в котором они все фиксируются, где указаны все данные. Слоп. А требования... То есть, я вообще там... По мнению этой книги должны быть... Смотрите, мы вас услышали. Если вам комфортно будет, если там включено... Да, это по закону так. Да, то и мы, конечно. Согласно правилам торговли. Это... То есть, не просто так, тут график, правильно? Если тут... Раз, два, три, четыре, пять, четыре... Не только ему, но и мне. Семь строчек-то в состоянии, я думаю, так... Ну, у вас и слышно, правильно. У лопатки тоже есть претензии? Да. У лопатки есть претензии. Она зеленая. Давайте мы тогда оставим ее, наверное, так. Нет, 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 нет. Вы сказали, что мы отсюда вышли. Все, мы вышли. Мы выполнили ваши законные требования. Вы сказали... Нет, вы... Вы пришли с культурой магазины, да... Подождите, вы сказали, выходите. Все, мы вышли. У вас попросили с претензией про кематринку. Сложные клиенты... Мы и вышли с претензией. А не с лопаткой. А почему? Вы не принесли с магазин, не купили. Вы попросили нас выйти. Да ладно, пускай, пускай. Лопатку? Да ладно, пускай, пускай. Да лопатку? Пускай, пускай. С чего вы это взяли, скажите мне? Вот с чего вы это взяли? В каком плане? Вот с чего вы взяли, что она не куплена? Я конфетку купил уже. Мы, во-первых, не вышли из магазина, да, сейчас мы что-то вынесли. Во-вторых, линия касс нет такого. Есть такой магазин и не магазин. Смотрите. Во-вторых, вы вот прежде чем что-то говорить, что кто-то вынес, украл... Вот в прошлый раз передо мной опять же извинялись. Вынесли, да. Но это не... Я вам сообщаю, что это не соответствует действительности. Да, их планирует. Там был вопрос изначально. У вас есть претензии к этой... Да, я же говорю, есть. Это ваше, не ваше. Вы тут... Ну, человек вам ответил претензии, что она зеленая. Ему не нравится зеленый цвет. Значит, в настоящий момент вы утверждаете, что это товар магазин. С чего вы взяли? К нему, а не к вам. Он может с этой лопаткой разговаривать. И говорить, зеленая моя лопата. Ты задолбала бы зеленой. Например. Когда покраснеешь. Конечно. Ну, кони вашу. Да, да. Спасибо. Ну, от рублей. Это очень тяжело. Я рад, что вы с этим справились. Да. Когда клиент пишет, что... Не интересует. Вечером не хватало. Ну, я просто поделюсь. Мы мотаем видеокамеры и смотрим. Правда, не хватало. Нет. Делаем анальсики с теми. И исправляем ситуацию. Нам это важно. Если это на самом деле так, я вот рад. А меня порадовать это дорогого стоит. Спасибо большое. А так, действительно, просто... Ну, не знаю. Эти штампики. Эти штампики, да. На самом деле, пора переходить на новую технологию. Просто реально, в аутбрусах этих штампиков нету. Там чисто вот написано, да. Но там они тоже не везде ее ставят. Нет, если честно вам скажу, ну, смотрите, я просто скажу вам. Я работал в метро Кашинкере. Я в 7-м инстиненте работал. У меня вот полных 37. Метро. У меня есть опыт. Метро работал тоже я. Разрадите. Вот это вот требование, вот это самое последнее. Раньше его не было. Да. Раньше ты сохранял этикетку, этикетка, его ввели. Его ввели буквально, ну, в ближайшие два года. Около, да, года двухнадцать. У тебя этикетка хранится в отделе. По любому требованию ты ее вберешь и покажешь. А сейчас требование следующее, что ты должен маркировать, да, то есть, вставление, которое у тебя на этикетке. Комментов на товар нет. Спасибо большое, Иван. Вы помогаете нам быть лучше. Вот это надо на камеру писать-то. Ну, зачем, я не знаю. Знаете, вот смотрите. Для вас хорошо. Не, не, я скажу, я скажу честно. Для вас хорошо, на самом деле. Ну, я вам просто скажу честно. Знаете, как это? Вот есть ролик вот целиковый, да? Потом взяли его, порезали, получилось. Ну, вот коллеги, то есть ваши, не дадут соврать, а вроде бы себя прилично делал. И не было никаких граней, да? Но, к примеру, я реально видел один раз полный ролик с съемки, а потом который был настолько искусно порезан. Давайте. За словом продолжалось другое слово. По всем, да, по всем нарушениям здесь очень сейчас строго. Я считаю, это репутация самой собой. Поэтому я от лица компании могу принести звенье, пока выявленные факты, как есть. Да, сад. Вот мы будем проводить расследование, вам дадим полный отжиг. Ну, спасибо. Потому что это не в нашу честь. Сейчас подойдем к вам. Ну, а мы пойдем с более интересным лицем с точки зрения показанного. Да, надеюсь, это не будете выставлять какие-то там нарезанные ролики-то. А резаные точно никак не делают? Нет, все как это самое. Вот я, честно говоря, я бы не хотел себя в интернете увидеть. Вообще. Ну, из-за того, что... Вы идеальный сотрудник. Все бы сказали им, какой классный... Не из-за того, что я там чего-то где-то боюсь, а... Нам потом говорят, вы снимаете только одно, прошу прощения, говно. Вы нормально глядили не снимаете, а вы сами не хотите. Ну, понимаете, какой момент? На самом деле, вот я скажу так, очень хорошая и вот конструктивная часть беседы, она у нас вот сросла здесь вот, откровенно. Откровенно, вначале у меня какие-то вещи... Я честно скажу, ну, я очень внимательно отношусь к словам, но, поэтому, когда если... Поэтому я аккуратно всегда ей выражаюсь. Нет, как будто это был момент за девушку и так далее. Вот, ну ладно, Иван, все, нам про мир спасать. Давайте, спасибо вам огромное. Вот, надеемся, что... Да, я думаю, все исправится. Да, мир он такой же был. Да. В общем-то. Мы так... Да. Мы надеемся, что вы плохо себя будете вести, конечно. Мы нет, мы не стараемся. Ну, все, ладно, а то будет разговор опять, да. Все, давайте, счастливо. До свидания. До свидания. В общем, вот такой вот у нас был рейд в Ашан. Там потребительского экстремизма немножко было, конечно. Общение, как бы, с администрацией магазина. Ну и охрану, ладно, не предвидилось видеть, да? Не предвидилось. Туру безопасности, кстати. Чуть попушали, чуть послухали. Адекватно. Да. Так что все нормально, все адекватно. Надеемся, что все исправится. Это уже второй раз. Со второго раза, я надеюсь, они будут понимать. Все, у них будет хорошо. Ну и у нас, у потребителей. И у всех потребителей, не только у нас. Кушали с лопаткой, сегодня, кстати. Ну все, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк. Напишите несколько комментариев. И подписывайтесь на инстаграм и телеграм-канал. И группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Ну и фотокантер. Фотокантер всегда здесь. Ну все. Будет дурацкий, кстати. Варите свои права. Всем пока.